Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария. Сегодня хочу поделиться с вами своей радостью, своим очередным заказиком с интернет-магазина Beauty Depot. Заказ такой довольно-таки интересный, заказ этот был вслепую сделан, да, практически на 100% можно сказать, что он был сделан вслепую. Для меня он был очень интересный, я ждала его с нетерпением и вот получил, он в принципе был довольно-таки, наверное, бюджетный больше, да, бюджетный. Я вам покажу, что мне тут интересно, так вот моя коробочка и расскажу вам сейчас. Начнем мы с одного очень легендарного, довольно-таки не нового аромата, это у нас Elisabeth Arden 5 Avenue. У меня в объеме аж 125 мл, ну в принципе, я думаю, все знают, что аромат довольно-таки бюджетный. Вот таким вот образом выглядит его коробочка, золотая, он, конечно, такой длиннющий. Что касается вообще этого аромата, может быть, когда-то давно я его где-то и слышала, но подзабыла, может быть, или не знаю. Но в последнее время я его нигде не тестировала, нигде не слушала и тут смотрелось видео девчонок, что это такой прекрасный весенний аромат, женственный, классический, утонченный, что называется, на все времена. Ну и причем такая довольно-таки бюджетная стоимость, и я решила с ним познакомиться. Вот таким вот образом у меня выглядит флакон. В общем, такая вот красота. Я, в принципе, не пугайтесь, что я взяла в таком большом объеме, у меня на это были свои причины, не буду сейчас углубляться в это, но мне нужен был именно такой объемчик. Вот таким вот образом он выглядит, такой лаконичный, красивый флакон, действительно так лаконично и со вкусом. Что касается самого аромата, я в нем не разочаровалась. Он мне безумно напомнил аромат от Moschino, Moschino Star, тем, что для меня это практически моноаромат ландыши. Я очень хорошо, отчетливо слышу здесь ландыши, такие звонкие, он такой немного мыльный, можно сказать, аромат чистоты, даже в чем-то бы я сказала. И при этом явно здесь слышны ландыши, мне кажется, его время это весна, что, наверное, даже я бы не сказала, что совсем ранее, потому что он, наверное, при холодной такой весне будет немного теряться, больше, наверное, уже потеплей. При этом, я думаю, его можно спокойно носить и летом. Вот мне кажется, правда, этот аромат, наверное, всесезонный, поднимающий дух, заряжающий энергией, настраивающий на мысли о весне, о том, что когда-то все-таки настанет тепло, если это зима. Ну, действительно, такой какой-то звонкий, лучезарный, это ландыши, это весна, это какая-то радость, это женственность, это какая-то утонченность такая. Действительно, такой утонченной, жизнерадостной девушки, которая, если, допустим, это брать на весну его, как бы, то, да, все-таки, наверное, нет, больше он на весну, потому что он такой звонкий, мягкий, да, на зиму его не особо представляю. В общем, это такое олицетворение женственности, немного наивности даже в чем-то, но очень красивый такой, звонкий, это действительно классика, это действительно классический аромат, который, мне кажется, понравится многим, потому что, в принципе, в нем нет никаких отталкивающих нот, чего-то такого яркого, кричащего. По стойкости многие говорят, что он не стойкий, но, мне кажется, за такую стоимость одно удовольствие его обновлять, и поэтому это, мне кажется, не проблема в этом плане, но он действительно не напрягающий. Действительно, для офиса он подойдет идеально, если вы находитесь в каком-то замкнутом пространстве, то есть на работе, в небольшом помещении, он никого не задушит, а наоборот будет поднимать всем настроение. Так, и следующий аромат, вот это вот прям слепая-слепая покупка, мне моя подписчица посоветовала этот аромат, и я также на Beauty Depot читала отзыв по поводу этого аромата. Точнее, мне подписчица написала, что она слышала, что вроде как этот аромат очень схож с такой популярной композицией, и посоветовала мне попробовать, если вдруг где-то его встречу. Это вот такой вот аромат, называется он Monogram Rouge. И как бы вы думаете, какой аналог какого это аромата? Да, великой, прекрасной, в то же время для кого-то ужасной, Baccarus Rouge 540. Вот таким вот образом выглядит флакон. Думаю, сейчас все поняли, закос под что это было. Прям явный закос под Bayreda, еще если бы была у них белая наклейка, то это все. Флакон здесь, крышка здесь, конечно, не магнитная, потому что это очень бюджетный аромат. Сейчас я вам скажу даже, сколько он стоил, прям точную цену. Так, стоимость его была 354 рубля. Объем здесь 100 мл. Что я могу сказать? Я, как обычно, у меня та же песня, что я не знакома с оригинальной Baccarus Rouge, но я знакома теперь с Burberry и с Сюзанной. И я могу сказать, что да, схожесть у них есть. По крайней мере, я сравнивала с Сюзанной. Здесь есть тоже такие смолистые ноты какие-то, ментоловые. Такая же похожая подложка аромата самого база. Но единственное, мне кажется, этот более резкий такой. Но однозначно есть у них сходство. Из флакона, кстати, он резковато так пахнет. Конечно, чувствуются такие спиртные нотки. Но я сейчас ему еще хочу дать постоять, потому что посылка приехала только сегодня. И в дальнейшем я с вами поделюсь, как он будет раскрываться, стоит, не стоит его приобретать. Но я, как бы, без задней мысли просто не задумываюсь, его приобрела, потому что за 300 рублей мне было просто интересно, схож он или нет. Я могу сказать одно, что да, сходство однозначно есть. Конечно, это не стопроцентное сходство, но оно есть. Так, и последнее, что я заказала, это у меня в той же песне, в том же направлении. Это у меня аромат от Adjmao, который называется Аристократ, который тоже сравнивается ароматом Baccaro Rouge 540. Также его сравнивают с Сюзанной. И вот здесь, конечно, сходство намного больше. Для меня это прям, как будто бы Сюзанна и здесь. И мне такое ощущение, как будто просто в этот флакон налили Сюзанну. Прямо это 200% сходство. Конечно, если смотреть по цене, то выгоднее приобрести Сюзанну, потому что Сюзанна Тестер можно приобрести до 3000, в то время как Аристократ стоит 4000. Поэтому, если вам нравится Сюзанна, нравится вообще все это направление, то, наверное, лучше присмотритесь к Сюзанне, потому что по поводу этого я вам не скажу, как он по стойкости будет. Сюзанна это очень стойко, это очень шлейфово. Вот я сейчас ее разнашиваю. Вот мы недавно ходили в магазин с мужем. Я зашла и понимаю, что все заполнилось моим ароматом, хотя я нанесла всего лишь один пшик. Муж говорит, от тебя прям такой шлейф. И я хожу, мне аж стало немного не по себе. Я думаю, сейчас тут бедные продавцы все задохнутся от меня, потому что действительно аромат очень кричащий. Шлейф впереди вас, за вами. То есть это просто нереально километровый шлейф. Аромат, который просто не выветривается с вас, никак не смывается, прям очень он стойкий. По поводу Аристократа я, конечно, не скажу, но если у вас есть возможность послушать его, то вы уже будете иметь представление, как пахнет Сюзанна. И, наверное, отчасти уже как пахнет Бакара. Потому что они все, мне кажется, из одного разряда. И в последнее время что-то, вот этот аромат, схожий с Бакарой, прям заполнил мою жизнь. Мне прям все пахнет этим. И я прям понимаю, что начинаю немного уставать от этого аромата. И делаю выводы, что Бакарой, возможно, тоже не получится пользоваться так постоянно, на регулярной основе, потому что всего должна быть мера. Я думаю, сейчас все, я это уберу подальше, наверное, и начну пользоваться чем-то другим, потому что вот на протяжении недели я знакомась уже, наверное, с Сюзанной, и с Бербарей, и со всеми этими ароматами. И у меня прям уже аж такое небольшое помутнение начинается от этого аромата. И я понимаю, что если я продолжу дальше пользоваться этим всем, то у меня скоро начнется отвращение уже к этой композиции, поэтому надо как-то сделать такой небольшой перерыв. В общем, мой резюме такое, что вот это и Сюзанна, это одно и то же. По поводу вот этого аромата от Монограмм, я, конечно, с вами в дальнейшем поделюсь еще отзывом. Кстати, давайте сейчас, наверное, его распылю. Кстати, вот у меня сейчас нет с собой рядом блотера, можно на вот эту вот накладную прям нам распылить немного. И как он сейчас себя проявит. Просто сегодня аромат только приехал, и я думаю, что все-таки он отстоится и будет еще лучше. Конечно, первые ноты есть такие немного, спиртовые, но, в принципе, когда наношу Сюзанну, ну, тоже пахнет немного так рисковато. База у них однозначно одна. А еще вот это вот именно какое-то общее ДНК. У него однозначно есть. Но в нем сейчас для меня присутствуют какие-то немного пластиковые ноты, но я сейчас думаю еще, знаете, о чем? Что когда я читала отзывы на бьюти-депо про Сюзанну, там многие писали, что им пахнет пластиком, когда аромат только пришел. Потом он настоялся, и мне не изменилось. Я вот сейчас думаю, меня-то отливал Сюзанну. И аромат, возможно, уже давно был у хозяйки, поэтому он как-то настоялся, и, возможно, за время дороги он так сильно не растресся, что он раскрылся более симпатичнее. И эта композиция так как новая, возможно, из-за этого еще она такая немного колкая, поэтому я сейчас не буду делать каких-то выводов. Я вам скажу однозначно, что они похожи. Это да, я могу сказать однозначно. Но вот как он будет себя вести в дальнейшем, это я уже поделюсь с вами, поэтому тут уже выбирать вам. Если вам очень интересно, то вы можете заказать и познакомиться. Если есть возможность потерпеть, то лучше-то подождите, пока я с ним познакомлюсь более уже поближе, когда он придет в себя, немного отстоится, и уже потом будет какое-то более достоверное такое впечатление о нем. В общем, на этом буду заканчивать данное видео. Вот такой вот у меня был заказик слепой. В ближайшее время ко мне еще должны прийти два заказа с Beauty Depot. С огромным удовольствием, нетерпением жду этих заказов. И на этом я с вами прощаюсь. Огромное вам спасибо за внимание. Кстати, по поводу заказа с Beauty Depot, все это приобретаю сама, потому что некоторые спрашивают, может, я с ними как-то сотрудничаю. Нет, я сама приобретаю все это в основном из любопытства, какие-то ароматы, потому что на Beauty Depot, в принципе, очень бюджетно стоит парфюмерия, и это действительно доступно приобрести, познакомиться. Но, конечно, во всем нужно иметь меру. В общем, огромное вам спасибо за внимание. Всех вас очень люблю. Встретимся с вами совсем-совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok